Так, смотрите, во-первых, все ли видели домашку? Все ли ее сделали? Нет, не все сделали домашку. Завтра, ну еще кучу времени. Значит я напишу сегодня, куда ее сдавать, а я придумаю, как там что-то сделать. Вот, хорошо. Есть какие-нибудь вопросы про домашку, про формулировки, еще про что-нибудь? А на сколько там нужно подробно расписывать? Не, ну так, чтобы было понятно, так, чтобы квалифицированный читатель понял, что вы делаете. Не нужно там строить теорию вероятности from the very beginning, но, по крайней мере, нужно объяснить, почему ответ такой, а не другой. Какие-то, какие-то, какие-то обоснования должны быть. Хорошо. Ну что, мы потихоньку продолжаем изучать теорию, которая лежит в основе методов анализа «Машинного обучения». И сегодняшняя лица называется «Шум, смещение, разброс». Звучит немножко, как название какого-нибудь романа Клайва Льюиса «Фанарния». На самом деле, это такая ключевая тема «Машинного обучения». Ну, я во время времени в Твиттере вижу, что, типа, это главная идея, кто-то пишет, что, типа, это главная идея курса «Машинного обучения». Разложение ошибки на «Шум, смещение, разброс». Может быть, вы сталкивались со словом «переобучение», «overfit». Если вы когда-нибудь что-нибудь слышали про «Машинное обучение», то, может быть, вы слышали что-то про «переобучение». А, кто не слышал? Слышал, да? А, можете рассказать, почему «переобучение» – это плохо? «Переобучение» – это, по-другому, по-другому, по-другому. Да, а почему это плохо? Потому что она поднималась как тренировочная, тестовые данные другие. Тестовые данные другие, да. А как же, все-таки, с другой стороны, мы же ведь хотим сказать, что тестовые данные в чем-то похожи на тренировочные? Иначе вообще наша задача не имеет никакого смысла. Ну, это не в чем-то похожее, но это в чем-то деловательство. Да. Ну, вот, собственно говоря, вот эта вот история, которую мы сегодня будем обсуждать, она некоторым можно формализовать ту логику, которую вы сказали. Мы попытаемся понять, что же именно мы хотим, какую именно информацию из данных мы хотим вытащить, и почему модель, которая хорошо заняется под данные, может действительно плохо работать на практике, плохо работать в продакшене. По крайней мере, одна из причин, не единственная, в некоем смысле самая простая для анализов. Ну, ладно. Ну, хорошо. На прошлой лекции мы обсуждали историю про то, что нам известно, как данные генерируются. Нам известен реальный алгоритм генерирования данных, который мы моделировали каким-то совместным распределением, ну, случайной величины. В этот раз мы уже обсудим сам по себе процесс обучения, процесс построения модели по данным. Значит, давайте я скажу, что у нас есть такая сейчас установка задачи. Значит, у нас есть пара случайных причин. Это как бы истинное воспределение, которого мы не знаем. Дальше мы считаем, что у нас есть выборка из этого распределения. Давайте я подрядно начать. И дальше как устроено машинное обучение. Ну, вот давайте считаем, что вот это, вот это моя обучающая выборка. Давайте я как-нибудь ее обозначу какой-нибудь одной буквой. Допустим, вот я обозначу буквой D. И понятно, что вот это D – это какой-то там случайный объект. И дальше мы хотим запихнуть эти данные под алгоритм машинного обучения, например, метод K ближайших соседей. И после этого мы получим функцию, которую мы будем уже использовать для того, чтобы получать предсказатель. Значит, давайте я скажу, что у меня есть какое-то отображение A. И вот если я этому отображению A, A – это будет алгоритм машинного обучения. Например, метод трех ближайших соседей. Какой-то конкретный алгоритм. И дальше что происходит? Вот у меня, если я раскормлю этому алгоритму данные, то я получу какую-то предсказывающую функцию. Пусть у меня данные были, допустим, знаете, даже здесь, для простоты, пусть у меня здесь будет имя от трех ближайших соседей. И метод одного ближайшего соседей. И вот у меня есть данные. У меня здесь есть x и y. Данные – это просто вот такие четыре точки. И если данные такие, то та функция, которая у нас в результате получилось, в результате обучения на этих данных, это функция, которая будет устроена так. Она будет достаточно постоянно. Значит, вот эта функция, вот эта вот наша f. Значит, вот эта вот f, которая есть в результате применения нашего алгоритма A, вот такого, к вот этим данным, которые состоят из четырех точек. Если бы мы сгенерировали другие данные из того же самого распределения, мы получили бы другую приближающую функцию. Поэтому, если мы считаем в рамках нашего концепта, если мы считаем, что у нас данные – это случайный объект, то вот эта f, наша предсказывающая функция – это тоже какая-то случайная штука. Вот это некоторая важная такая теоретическая концепция. Когда мы работаем на практике, вот у нас есть конкретные данные, нам пришел заказчик со своими данными, мы обучили конкретную модель и посмотрели там, дальше смотрим, как она работает. Но, на самом деле, весь анализ, он делается вот в таких вот теоретических вариантов, как ТЭП. Мы считаем, что данная – это случайная величина, мы считаем, что наша предсказывающая функция – случайная величина. А теперь давайте посмотрим, от чего мы, собственно говоря, от этой предсказывающей функции хотим, как оценивать качество ее работы. Опять же, предположение сейчас, что… Ну, как бы, мы сейчас рассуждаем что-то теоретически. Да, давайте считать, что мы можем из этого распределения x и y генерировать новые сэмпли, генерировать новые пары. Вот такие вот. А тогда что бы мы хотели? Ну, мы хотели бы обучиться на каком-то массиве данных, потом посмотреть, насколько хорошо наша предсказывающая функция работает на каком-то новом сэмпле, которого она раньше не видела. Формально это будет записываться как-то так. Значит, мы хотим сделать следующее. У нас есть опять же функция потери. Какая? Сейчас пока не очень важно какая, но чуть позже она будет квадратичной. Значит, функция потери. И давайте я скажу, что… Значит, хотим сделать маленьким такую величину. Значит, у меня есть одожидание по данным, которые распределены вот так, как там написано. Значит, дальше я по этим данным я обучаюсь. А после этого я хочу взять еще одно отожидание. Значит, здесь у меня есть какой-то новый объект. Допустим, x-test, y-test. Он тоже распределен в соответствии со студентами x-y. И дальше мне нужно сделать следующее. Мне нужно взять мой алгоритм A, обучить его на данных, получить какую-то функцию. Дальше в эту функцию подставить x-test. Это будет мое предсказание. И дальше мне нужно взять L между y-test и вот эту штуку. Значит, вот мы хотим, чтобы вот эта штука была как можно. Значит, вот предыдущая история, которая была на прошлой версии, эта штука отличается тем, что у нас сейчас вот в этом вот ожидании… Раньше как бы у нас функция была фиксированная, и мы смотрели только вот фактически вот это внутреннее мотожидание. А теперь у нас еще и наша предсказывающая функция является случайной, потому что она строится по данным. И поэтому вот здесь есть еще вот такое мотожидание. Вот мы хотели бы на самом деле вот эту штуку сделать L2. Понятно смысл вот этого в данном мотожидании? То есть как бы про это можно думать так, что вот допустим, что мы рассматриваем не одну тестовую выборку, не одну обучающую выборку, которая у нас есть, а допустим, что мы рассматриваем тысячу обучающих выборов. И мы тысячу раз обучились, получили тысячу разных предсказывающих функций. И дальше мы смотрим, как каждая из этих предсказывающих функций работает в среднем на новых элементах с того же распределения, на тех элементах, в которых она имеет. Вот. Вот сейчас мы будем работать с вот этой вот штукой. С таким мотожиданием. А мотожидание берется по всем возможным данным, да? Ну, как бы мотожидание берется… Ну, вот D – это случайная величина, которая распределена вот так вот. То есть не просто по всем возможным данным, а по всем возможным данным с учетом вероятности. Ну, как бы вот мотожидание. D – это штука, которая просто… Случайный объект. Ну, вот можно считать, что я просто взял случайную величину xy, взял ny, независимую копию. И получил новую такую случайную величину. Это будет очень такой большой вектор. И вот по вот этой вот случайной величине я, значит, и генерирую здесь D, и беру отожидание. Ну, здесь получается размер выборки. Ну, да, давайте считать, что размер выборки у меня фиксированный. Я так по обозначениях этого немножко избыдаю говорить. Но, в частности, если бы я сказал бы, как у меня… Вот из какого пространства вот этот вот A действует, да, то мне нужно было бы прям явно все размеры выборки. Но понятно, что мы понимаем, что на самом деле там алгоритм машинного обучения строится так, что они могут действовать на выборках разных выборок. Ну, вот сейчас мы считаем, что у нас размер выборки фиксированный. Так, значит, еще вопросы про эту штуку. Хорошо? Значит, давайте я сейчас, на самом деле, я сейчас хочу сделать небольшое отступление немножко в сторону статистики. Скажите, кто слышал слова, допустим, «несмещенный оценок»? Окей, давайте я тогда про это поговорю немножко. Это имеет некоторое отношение к нашей истории с текущей… Ребята. Вот. Но сейчас увидим, какая связь. Значит, вот давайте сейчас немножко вообще упростим себе жизнь. С машинного обучения мы строим функцию, которая иксы отображает в игреке. Давайте сейчас считать, что у нас нет никаких иксов, а есть просто какое-то распределение игреков, есть какое-то количество игреков из этого распределения, которое нам известно, и мы хотим для него что-то сказать по этим игрекам, по конкретной блоке, что-то сказать про наш распределение, куда они взялись. Ага. Значит, некое отступление. Значит, пусть у меня есть такая штука. Значит, пусть есть Y, какая случайная верующина. И пусть есть Y1, и так далее, Yn, это есть выборка из этой случайной верующины. Извините. Значит, хотим, глядя на выборку с реализацией Y1, и так далее, Yn, что-то сказать про распределение Y1. Распределение Y1. Ну, например. Хотим оценить мы ожидали. Вот, допустим, у нас есть такая задача. У нас есть несколько элементов из какого-то распределения. Хотим оценить мы ожидали этого распределения. Как будете такую задачу решать? Закон больших чисел. И что он вам позволит сделать? Ну, среднее, на этих категориях маленьких. Да. Значит, действительно, можно рассмотреть в качестве оценки для матожидания Y, для матожидания распределения, можно рассмотреть то, что называется выборочным средним, то есть просто средний арифметический чисел Y1, и так далее, Y. Давайте я буду вот так им означать. Average. Я могу писать у вас первые буквы. А, ты начать. Она задана так. Это просто арифметический средний арифметический. А, значит, мы ее можем считать оценкой для… Значит, это то, как функция определена. Значит, она может рассматриваться… Ну, почему мы можем ее рассматривать как оценку? Ну, то есть что это означает? Это означает, вот когда мы говорим, что мы можем какую-то функцию рассматривать как способ оценки, то есть оценивать. Значит, какую-то характеристику нашего распределения это означает следующее, что если у нас есть какая-то выборка, и если мы применим эту функцию к этой выборке, получим какую-то чиселку, то эта чиселка будет, ну, в некотором смысле близка к оцениваемой величине. Ну, в каком смысле близка? Какие аккуратные утверждения мы можем сказать? Ну, а, собственно говоря, вы упоминали закон больших чисел? Ну, там, с одним из того вероятность, если он слабый, ну, скажем, что уклонение от оценки от выпускающего от остания вероятность этого уклонения, что она не начинается очень больше, чем от святых, чем… Ну да, можно просто сказать следующее. Значит, эта оценка, которая средняя, она помогает такими свойствами. первая, значит, средняя, вот, y1 и так далее, ym стремится к натяжданию филика при n стремящемся к бесконечности. Вот это утверждение о том, что если у нас выборка растет, то наша оценка будет стремиться к той величине, которую мы хотим оценить. Вот это утверждение называется несмещенностью. о, простите, к состоятельности. Значит, вот это вот утверждение, про него мы говорим, что вот эта вот оценка, которая едет просто выборочным средним, это состоятельность. Это такое свойство, которого мы, как правило, хотим. чтобы наши оценки, по крайней мере, становились все лучше и лучше по мере роста выборки. И если мы стремимся к чему-то не тому, то, скорее всего, это какая-то не очень правильная, не очень хорошая оценка. Странно использовать эту функцию в качестве. Давайте представим себе, что мне что-то известно про y. вот давайте представим себе, что мне известно, что y распределен не обык, а что он точно взят из равномерного распределения на каком-то отрести. На каком конкретном, я не знаю. еще пример. y равномерно. и и и и и и и А Можете середина середина интервала это есть просто состоятельная оценка ну вроде как похоже на то что является потому что что у вас будет происходить на этом отрезке вот эти точки которые минимум максимум будут приближаться все ближе и ближе к консампу отрезка распределение равномерное ну и поэтому понятно что поскольку они будут приближаться к консампу в общем середина между ними будет где-то близка к середине самого отрезка который будет нашим отожидать поэтому не только не только вот такая функция является претендентом на то чтобы быть допустим состоятельной оценкой для подождать а хорошо давайте я еще одну штуку скажу а кстати я какой-то момент вам наверно в домашку дам задачу мне нужно будет понять какая из этих двух оценок лучше а что значит лучше этому сейчас а кстати а кстати вот вопрос а как понять какая из оценок лучше вот у вас есть две оценки обе состоятельные что можно сказать про то что вот одна из них лучше а другая хуже ну сейчас тут преимущество по памяти наверное по памяти в смысле что вычислять насколько сложных вычислять ну да а вот как бы это оценить насколько быстро он сходится а вот асимптотика чего нас интересует как это можно было но отклонение на самом деле смотрите полезная такая величина которая нам сейчас пригодится это просто дисперсия соответствующей оценки если я зафиксировал какой-то то у меня вот это вот штука например это просто случайная величина у которой есть какое-то распределение свое и в частности у нее есть дисперсия и понятно что чем дисперсия меньше ну вроде как тем нам лучше на самом деле что вот это утверждение было бы верным что маленькая дисперсия это означает что нам хорошо нам нравится сейчас еще одно условие а именно как раз условие несмещенности а давайте 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 вот здесь это может быть чистоте bulbs ожидания или дисперсии или еще какие-то параметр распределение может быть параметрически задано вот это параметр этого распределения в случае если у вас в случае если у вас распределение равномерное то например здесь параметрами являются вот эти вот N и S. Они полностью задают распределение. И можно задать вопрос об их оценке. N, в частности, попутно оказывается мотожидание. Ну, а S там как-то будет связано со стандартной механизмой. А, значит, оценка фи-параметра θ, распределение Y, называется несмещенной. Если мотожидание фи от Y1 и так далее, Yn равняется оцениваемому параметру при фиксированном N. На самом деле, N здесь просто произвольно. И нам нужно, чтобы такое мотожидание равнялось тому параметру, который мы оцениваем. Давайте проверим, является ли выборочное среднее несмещенной оценкой для несмещенной оценкой для мотожидания. Является. Ну, действительно, давайте посмотрим. Значит, вот первое свойство состоятельности мы проверили. Давайте проверим второе свойство. Важно, что здесь N никуда не стремится. В отличие от истории про состоятельность, когда у нас размер выборки увеличивался, здесь как бы N фиксировано. Можно думать так. Можно думать, что мы генерируем на самом деле много выборов одной и той же длины. И дальше для каждого этих выборов считаем значение этого самого, этой оценки. И после этого усредняем. Вот эта штука должна уже стремиться к тету тоже по вероятности. Ну, нормально, вот так вот. Давайте про функцию average. Значит, второе свойство несмещенное. Это просто по линейности мотожидания. Это будет одновенно. А поскольку все Y распределены одинаково, распределены как Y большое, то эта штука это просто N раз и это значит, что это просто. Вот, пожалуйста, убедились в том, что вот эта оценка тоже не смещена. А что, вот эта оценка не смещена? Кстати, как вы думаете, а вот эта оценка midrange, она будет не смещенной? Ну, на самом деле, это можно доказать. А можете привести пример какой-нибудь оценки для среднего, которая была бы состоятельной, но не была бы несмещенной? Да, можно как-нибудь испортить. Нормально, на самом деле, испортить. Сейчас, ну, взять среднее всех, кроме первой. Взять среднее всех, кроме первой. А среднее у всех, кроме первой? Это, кстати, хороший вопрос. Сейчас, на среднее, в смысле, вы на что предлагаете делить? Ну, на количество, скажем, всех, кроме первой. Ну, или тут же неважно в конце приостивление. Ну, если у вас выборка была Y1 и так далее, Y1, а вы берете вот такую величину Y1 плюс Yn-1 делить на n-1. В церковном первой по величине. А, в церковном первой по величине. Выкинуть самая. Да. Окей, ладно, ладно. Да, так согласен. Значит, например, давайте скажем, что это плюс Yn и вычесть, допустим, максимум из этих всех парочек. Да, это, кстати, неплохой пример. То есть, вот такая штука, действительно, она будет смещена. Потому что мы самый большой элемент убираем, и понятно, что для фиксированного n это, скорее всего, приведет к тому, что у нас будет возникнет смещение. Тут, может быть, интересный вопрос. Вот есть такая штука, которая называется, как-то она по-английски называется trimmed mean, а по-русски не знаю как. В общем, когда у вас, когда у вас есть, например, какая-нибудь выборка, и вы выкидываете не самый большой элемент, а самый большой и самый маленький элемент. Или, скажем, 5% самых больших и 5% самых маленьких элементов, а вот и всего остального вы считаете средним. Вот вопрос. Это штука будет, несмещенная оценка или нет? Несмещенная оценка, это происходит с экспедиции. Да, это же зависит от распределения. Если распределение симметрично, это будет, а с несимметрично, это нет. Сейчас, если выкинуть просто первый. Значит, это для смещенной оценки, но, скорее всего, она будет смещенной. Но, на самом деле, проще. Если я хочу написать такую оценку, про которую легко показать, что она будет смещенной, то можно, например, просто сделать среднее. Давай я просто вот так запишу. y1 плюс и так далее плюс ym, но разделить, допустим, не на n, а на n плюс 1. Вот тоже пример смещенной оценки. Значит, вот обе этих оценки, они смещенны, но при этом состоят. Вот. На самом деле, ну, вот как бы изначально, когда люди все это придумывали, они решили, что свойство несмещенности это будет хорошее свойство. Ну, и в какой-то мере это разумно. То есть, как бы, наверное, нам не очень хочется, чтобы какие-то методы давали какое-то систематическое смещение. Вы хотите оценить какое-то величину? Вам не очень хорошо, наверное, если ваш метод будет систематически ее занижать или, наоборот, завышать. Но, на самом деле, это некий тонкий вопрос, мы про него, может быть, еще поговорим. Кстати, а можете придумать какую-нибудь оценку, которая будет несмещенной, но при этом не будет состоятельной? Один элемент из выборок. Да, отличная оценка. Значит, опять же, вот у вас просто есть такая функция, которая вам просто из выборки выбирает первый элемент. Значит, вот такая оценка, она будет несмещенной. Опять же, сейчас обсуждаю столько оценки на среднем. Но не состоятельно. Выборку увеличиваем. Один элемент, как был одним элементом, так остается одним элементом. Ничего хорошего не происходило. Вот. Теперь смотрите, собственно говоря, мысли, которые я пытался сказать до того момента, как начал говорить про несмещенность, но сейчас, наверное, она будет более ясна. То есть, если у вас есть две несмещенные оценки, то, ну, понятно, что разумный способ сказать, что из них лучше та, которая меньше отклоняется от своего среднего, потому что среднее – это правильное значение оцениваемого параметра. Поэтому, если у нас есть какая-то оценка, которая мало отклоняется от среднего, то она должна быть лучше, чем та оценка, которая сильно отклоняется от среднего. Вот. Поэтому разумная идея – это как-то измерять дисперсию оценок. Ну, окей, можно измерять, на самом деле, разные меры, разные меры разброса. Но вот мы сейчас будем измерять именно дисперсию, потому что мы сейчас будем работать с квадратичной функцией потерь, а квадратичная функция потерь тесно связана с мотождением дисперсии. Да. Ну, вот, по крайней мере, такая вот история, некая терминология про смещенность и не смещенность. Есть ли вопросы по этой части? Так, хорошо. Ну что, давайте теперь вернемся к истории вот этой вот, к истории про наши методы машинного обучения. Так, давайте я все сделаю с одной. с другой стороны. Спасибо. Спасибо. Давайте я немножко перепишу о том от ожидания, которое нас интересует, а именно... Давайте я скажу так. У нас здесь выбирается X-test и Y-test, выбирается из совместного распределения X и Y. Давайте я сделаю такое вещь. Пусть у меня X-test выбирается из маргинального распределения X, а потом Y-test. Выбирается из распределения Y при фиксированном X. В прошлый раз я доказывал лему о том, что эта операция корректна. А здесь по-прежнему... Значит, вот такую штуку мы получили. И давайте я на самом деле сейчас вообще вынесу вот это вот макождание наружу. можно переставлять макождание. И чего-то плохого не будет. Значит, давайте мы скажем, что... Это какая-то история. Да, здесь на самом деле важный момент. Выбор вот этого сэмпла X-test и Y-test, он не зависит от выбора вот этих данных. Это у нас еще одна реализация случайной величины X, Y, которая независима от всех этих реализаций. Ну, давайте теперь смотреть, что у нас тут написано. Значит, вот я сейчас скажу так, что меня нельзя будет интересовать только вот это вот, мы делим от ожидания. Значит, вот здесь вот выбираем от ожидания по данным, а я могу сказать так, что давайте я обозначу вот эту вот штуку А, А, Д. Значит, это какая-то функция, F. И у меня вычитается значение F в некой фиксированной точке X-test. И вот это вот просто какая-то случайная величина, у которой тоже есть какое-то свое распределение. Давайте я скажу, что вот эта штука... просто мы обозначим распределение A от B от X-test. Значит, это какое-то распределение, которое вообще, говорит, зависит от выбора X-test. Давайте я вам обозначу через Y-test с крышкой, вот такой большой, и оно зависит от X-test, поэтому я это явно здесь покажу. Значит, Y-test с крышкой это распределение, которое от X-test зависит как от пары. Разный X-test, до этого нужно распределить. Тогда я могу сейчас переписать все вот это вот мотождение таким образом. Можно сказать, что это есть мотождение по X-test, из маргинального X-test, а дальше будет мотождение... Давайте я напишу, что это Y с крышкой, которое распределено по X-test. Изначально, то A и F нет в этой ситуации? Ну, F – это A от D. A – это как бы алгоритм машинного обучения, типа A – это, например, метод одного ближайшего соседа. А F – это обученный алгоритм машинного обучения. Это когда вы скормили ему данные, и он вам сгенеровал какую-то конкретную функцию. Если вы пользуетесь, допустим, scikit-lurrent, то там изначально вы создаете объект типа классифар или регрессор, он изначально необычный. А потом вы его делаете fit, и после этого у него начинает работа метод кредит. Вот F – это как бы результат работы метода кредит. Вот. Значит, у меня сейчас получается вот такая штука. Y с крышкой – это есть распределение, взятое из Y с крышкой от X-test. И здесь еще есть Y, взятое из Y. И Y с крышкой, и Y – это есть. А здесь будет функция потерь. Что мне нужно написать здесь в L? Значит, какие числа мне нужно поставить в L? У меня сейчас X-test фиксировано. Вся случайность вот в этой штуке приходит из данных. Но вот разные данные порождают меня разные обученные алгоритм машинного обучения. И, соответственно, я каждой из них, прошу его предсказать значение для вот этого X-тест, и, соответственно, получаю разные предсказания. Вот распределение этих предсказаний для данного фиксированного X-теста обозначается у меня через вот такой X-тест. И здесь нужно написать Y. То есть, давайте я скажу, что я вот это вот стоп, и я буду начать через Y-тест. Еще раз. Игорь Хрест. Игорь Хрест. Игорь Хрест. Игорь Хрест. Игорь Хрест. Да, совершенно верно. Распределение, если это должно быть, слово X-тест. Значит, понятно, откуда формула у нас? То есть Y-стенышка – это случайная величина от D. Да, это случайная величина, у которой результаты, как бы ее случайность берется из случайности данных. У нас данные случайные, поэтому обученная функция будет случайной. И когда мы считаем значение этой функции в фиксированном в стесте, мы будем получать разные значения. Поэтому Y-стенышка – это тоже случайная величина. Так, скажите, формула выглядит немножко страшновато, но на самом деле ничего содержательного сейчас не произошло. Мне для того, чтобы сделать следующий шаг чуть более наглядным, мне хочется ввести чуть-чуть более компактное обозначение. Что сейчас произошло фактически? У нас есть какая-то такая история, что вот у нас есть какие-то… Значит, какой-то способ генерировали данные, а у нас есть алгоритм, который нам генерит функцию по этим данным, а дальше я зафиксировал какой-то конкретный X, вот этот X-тест, и дальше я спрашиваю. Но фактически я задаю такой вопрос. Если я буду тысячу раз генерировать новые данные, и каждый раз на этих новых данных независимо обучать мой алгоритм машинного обучения, значит, будут получаться чуть-чуть разные функции. И дальше я считаю значение каждой из этих функций в точке X-тест, получая разные предсказания. Например, вот в этот раз у меня бы этим значением получилось бы вот это число. Но в другой раз может получить немножко другое. Возникает распределение. Распределение вот здесь вот на оси. Вот это распределение я вам означаю через Y-X-крышку, оно зависит от того, в какой именно вертикали я тут рисовываю, поэтому это Y-X-крышка, которая зависит от X-теста. Я хочу, чтобы это было... Да, понятно. Если вас сейчас пугают эти формулы, вы просто скажите, и первое место, которое вас пугает, и я сделаю так, чтобы вам не пугал. Как дело с одного отождая? Когда дело с одного отождая? Ну да, я его съел немножко. Здесь можно было бы написать их последовательно, как два отдельных отождая. Можно было бы сказать, что это отождая здесь вот этому Y-ку, а потом написать еще одно отождая вот этому Y-X-крышку. Но это то же самое. Как бы это переход от двойного интеграла к повторному. Что-то в этом роде. Или наоборот. Так, еще вопросы? Окей. То есть, смотрите, на самом деле, сейчас у нас задача согласится в следующем. У нас есть... То есть у нас есть два кафета распределения. И у нас есть... Сейчас, секунду, простите. Может быть, мне будет лучше как раз вернуть здесь отождаясь. Да, давайте я сделаю вот что. Давайте я... Давайте вернусь здесь отождаясь. Значит, у нас сейчас происходит следующее. У нас есть две случайные величины, независимые, которые берутся из двух разных распределений. Значит, вот у меня есть распределение. Допустим, вот этого Y-ка. У нас есть распределение Y-ка при фиксированном X-е. И у нас есть какое-то другое распределение. Вот это будет будет распределение Y-ка при фиксированном X-е. Я выбираю случайные величины из одного распределения, случайные величины из другого распределения. И дальше считаю вот это путь. Значит, вот все, что перед этим я делал, я делал для произвольной функции потерь. Сейчас мне нужно будет сказать, что я рассматриваю конкретную функцию потерь именно квадратичную. Пусть это квадратичная функция потерь. и тогда у меня есть такая давайте вот что сделаем я хочу сейчас рассмотреть следующие штуки и понять как связано вот это вот штука вот эта вот разность с отклонением от этих мат ожиданий чтобы не ошибиться давайте просто скажем так это есть мат ожидания здесь я буду писать так то есть у минус значит это то есть будет у с крышкой минус мат ожидания у с крышкой плюс мат ожидания у с крышкой минус мат ожидания у тестового вот такая штука минус мат ожидания у с крышкой минус мат ожидания у с крышкой минус мат ожидания у с крышкой квадрата плюс мат ожидания у с крышкой минус мат ожидания у с крышкой минус мат ожидания у с крышкой квадрата так что я забыл какие急 а а а еще нужно два 축я под ожидания да и Продолжение следует... 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 Да, или произведение двух величин с нулевым отождением, это кто такого? Какое слово из теории вероятности можно исполнить? Ковариация. Ковариация, да, совершенно верно. Значит, вот здесь написано ковариация этих двух случайных величин, но может быть, с однако минус, я сейчас не могу не уследить. Да, с минусом. С минусом. С минусом, да. Но главное, что поскольку Y с крышкой Y-Test независимы, то их ковариация равна другая. Поэтому эта штука тоже новая. А так как это ковариация. Минус ковариация Y с крышкой Y-Test. И эти товарищи независимы. Отлично. То есть смотрите, у нас остаются вот эти три слоганка. Давайте посмотрим на эти три слоганка по вниманию. Давайте посмотрим на эту слоганку. Кто оно такое? Дисперсия. Это дисперсия нашего Y-Test. Это просто дисперсия вот этого распределения. Дисперсия того, как у нас данные гнилируются. Значит, давайте я сейчас, наверное, перейду на левую доску. И продолжим тут радость. Значит, вот это вот все равно... Ну, значит, это дисперсия. Сейчас. Значит, я начал писать с конца. Давайте я тут... Здесь у меня есть дисперсия. От вот такого распределения. Y-Test. И условие X-Test. А первое слоганка, что такое? Тоже дисперсия. Тоже дисперсия, да. Только Y-Test с крышкой. А, значит, здесь будет дисперсия с крышкой. И посерединке, посмотрите, посерединке вот эта штука тоже не дисперсия. То есть здесь модожидание. Ну, во-первых, видно, что вот это модожидание можно выкинуть, потому что это просто модожидание константа. И эта константа – это квадрат разности модожидания Y-Test. Y-Test и Y-Test. Значит, ну, давайте опять же начнем с этого вот последнего слогана. Заметьте, что последняя слоганка, она вообще не имеет никакого отношения к нашему методу машинного обучения. И вообще это просто некоторая характеристика нашего процесса порождения данных. Она называется шумом. Собственно говоря, мы обсуждали в прошлый раз, что самым лучшим предсказанием является модожидание. И если вы в это модожидание попадете, то у вас как раз ожидаемая патротичная ошибка будет точно равна дисперсии. Вот. Поэтому вот это слогаемое, оно, как бы, вы себе ничего не можете сделать. И интересно вот эти два слогаемого, которые у нас остались здесь. Значит, вот это слогаемое, оно называется смещением. А по-английски bias. Для этого есть, что оно означает. Это разница между настоящим модожиданием, той личной, которую вам нужно предсказать, и модожиданием вашей оценки. Помните, когда мы обсуждали несмещенные оценки, как раз вот для несмещенных оценок, вот это слогаемое равно 0. А вот эта вот штука, это дисперсия для нашего предсказания. Она называется разбросом. Ну, собственно говоря, variance. variance – то же самое слово, что и дисперсия, но в этом контексте variance – это именно дисперсия предсказания. Я начал рассказ с вопроса про переобучение. И на самом деле вот это разложение, ожидаемые ошибки в разбросе смещения и шума, в какой-то мере создает некую теоретическую основу для того, чтобы понять, что такое переобучение. Вот давайте представим себе, что у меня есть два алгоритма машинного обучения. Давайте представим себе, что вот у меня есть какие-то данные, которые будут, ну, я как-то, гнироваться. И у меня есть два алгоритма машинного обучения. У меня есть алгоритм 1NN, и есть алгоритм для одного ближайшего соседа, и есть алгоритм, который, допустим, будет 10NN. Ну, хорошо, 11. Метод 11 ближайших соседей. Давайте посмотрим, что можно сказать про эти два метода в контексте вот этого разложения. Значит, как я уже сказал, вот эти слогами смотреть не нужно, оно только от распределения данных. А давайте подумаем, что можно сказать про вот эти два слога. Ну, у метода 11 ближайших соседей это всегда константа. Да, у нас просто будет там, ну, если у нас точек меньше 11, то мы всегда попадем в мат ожидания. Да, то есть, смотрите, действительно. Допустим, что у меня эти самые точки распределены вот так, допустим, по прямой. И давайте, пусть я взял предсказание вот с какой-нибудь вот этой вот точки. Пусть у меня моя кейс-тестера для этого точек. И давайте смотреть, вот для метода одного ближайшего соседа. Что вы можете сказать про распределение, значит, что можно сказать про его разброс? Что вы можете сказать про распределение, про разброс предсказаний для метода одного ближайшего соседа? Ну, вот, значит, у нас есть какой-то разброс здесь в данных. А как разброс в данных связан с разбросом предсказаний? Прямо это одного ближайшего соседа, просто одно значение. Значит, вот здесь вот разброс. Это все вот так. Как связан разброс с шумом, в данных случаях? Ну, я не прошу совсем точно посчитать. Давайте считать, что каким-то чудодейственным образом у меня вот в этом, вот на этом х-тесте всегда есть в точности одно наблюдение. Разброс это дисперсия наших предсказаний. Сейчас, ну, вообще у нас же функция, то есть, значит, у нее... Да, да, но я считаю ее в фиксированной точке. Вот я записывал их, кстати, и теперь это просто число. А, тогда я разберусь. Ну, ноль тогда, ноль. Случайность приходит из данных, да. Случайность приходит из данных, совершенно верно. Вот, значит, вот в случае одного ближайшего соседа, что можно сказать про разброс предсказаний? Как он связан с шумом? Он просто равен шуму. Все согласны? Ну, потому что если он связан с одного ближайшего соседа, ну, это означает, что у нас в качестве нашего предсказания здесь будет просто значение Y в какой-то одной точке. И эта точка, у этой точки какой-то Y, у которого есть какой-то разброс. Ну, и, значит, разброс предсказаний, это и будет, так сказать, разбросом данных, то есть шумом. В данном случае разброс – это примерно то же самое, что и шум. Ну, потому что, на самом деле, не гарантированно, что у нас XS всегда попадет в точку, в которой у нас есть Data Point в данных. Он, может быть, немножко смещал, и из-за этого там могут возникать дополнительные, допустим. Разброс может чуть-чуть быть больше, чем все. Хорошо, а что можно сказать про смещение? Оно как бы большое или маленькое? Ну, непонятно, как сказать, большое оно или маленькое. Но вот если мы верим в то, что у нас на вертикале XS всегда есть равный один Data Point, то какое тогда будет смещение, если мы этот же Data Point выбираем в качестве предсказания? Нулевое смещение. А, значит, смещение маленького, примерно 0. Хорошо, теперь давайте посмотрим на вот этот алгоритм 11 ближайших соседей. Ну вот тут явно смещение 0 сразу. Да, давайте считать, что у меня N всего равно 11, что у меня всего 11 точек в моем выборке каждый раз. Мы всегда предсказываем среднее арифметическое. Это константы, которые все эти точки усредняются. Давайте в первом вопросе. Что можно сказать про разброс в этом случае? Ну, он, кстати, не нулево, потому что данные-то разные, и поэтому вот эта вот штука, она будет все-таки немножко плаваться. Но так или иначе, у вас в этом случае, в этом случае у вас предсказание, это усреднение значения 11 разных этих самых, 11 разных игр. Значит, что происходит с дисперсией, когда вы считаете средним? Может, на самом деле, там еще зависит от того, от 11 остальных лиц в среднем или каких-то лицах? Ну, да, да. Значит, вот то, что я сейчас показываю, это можно написать конкретные формулы, а я просто хочу вот так, сейчас немножко на пальцы. Если как-то дальше на иксах шум больше, но... Давай считаем, что у меня весь шум во всех иксах одинаковый. Это стандартное, довольно типичное предположение, называется гомоскедостичностью. Мы предлагаем, что шум одинаковый, вне зависимости от икса. Значит, в этом случае разброс будет, ну, типа, если вы усредняете 11 одинаково распределенных случайных величин, почему равняется разброс? Как связано? То есть у вас есть вот такая вот шума. И поскольку вы величину под дисперсией делите на 11, она выносится за знак дисперсии как 11 в квадрате. Значит, получается, единица на 11 в квадрате умножить на сумму вот этих вот товарищей. Если все эти товарищи независимы, то тогда это просто... То тогда дисперсия суммы равна сумме дисперсии. Поэтому дисперсия просто уменьшится в 11 раз. А значит, разброс это будет примерно 1 одиннадцатая от шума. Осмещение. Значит, у вас будут предсказания, они будут где-то вот здесь вот. А наши данные, они будут где-то вот тут же. То есть смещение, это будет вот примерно квадрат вот этого расстояния. Давайте я начну, что смещение много больше нет. То есть смотри, что происходит. Видно, что если я увеличиваю количество ближайших соседей, то у меня происходит два эффекта одновременно. С одной стороны, мы уменьшаем разброс предсказаний. За счет того, что мы просто усредняем больше точек. А с другой стороны, мы увеличиваем смещение, потому что мы в качестве ближайших соседей начинаем рассматривать более далекие точки. И это приводит к тому, что мы начинаем как бы предсказывать не совсем то, что надо. У нас возникает систематическая ошибка. И вопрос. Как же все-таки лучше? Вот так или вот так? Короткий ответ непонятный. Потому что, когда мы меняем количество соседей от 1 до 10, у нас одно слагаемое, вот это слагаемое будет уменьшаться, вот это слагаемое будет увеличиваться. И где будет оптимальное значение, вообще говоря, непонятно. Но предполагается, что оно, как правило, где-то существует. Потому что и так плохо, и так плохо. А где-то при серединке будет нормально, будет какой-то баланс. Вот это называется, вот этот эффект, когда у вас есть какой-то параметр модели, вы его можете подкручивать, и за счет этого подкручивания уменьшает, например, разброс, но за счет увеличения смещения. Он называется Vice-Variance Trade-off. Такой баланс между смещением и разбросом. А какой параметр мы подкручиваем? Ну, мы подкручиваем параметры количества ближайших соседей. Я взял какие-то экстремальные значения 1 до 1. Но это не обязательно такой параметры. Нет, но это тоже зависит от конкретного алгоритма. То есть, например, допустим, когда мы будем обсуждать какие-то линейные регрессии, там будет такая штука регуляризация. И там будет параметры регуляризации, которые тоже за этот Vice-Variance Trade-off отвечают. Ну, вот это вот такая концептуально важная штука. Собственно говоря, возвращаясь к переобучению. Вот что такое переобучение? Переобучение. Вот какая из этих двух моделей больше переобучена? Которая 1-Н или 11-Н? Какая из них сильнее переобучается? Ну, наверное, та, которая 11-Н как бы. Нет, вот как раз 11-Н, она не то, чтобы она переобучается. У нее, наоборот, она слишком негибкая. У нее, наоборот, слишком большое смещение. Когда мы говорим про переобучение, мы подразумеваем, что у нас слишком большое вот это What-Variance. То есть, как правило, именно проблемы, связанные с переобучением, они связаны с тем, что у вас большая вот эта слога. А вот эта вот штука, это уже не переобучение, а это, наоборот, систематическая ошибка, которая связана с тем, что вы слишком, наоборот, вы слишком сильно усредняете данные и, наоборот, слишком слабо подстраиваетесь под данные. То есть, вот если я представлю себе две функции, вот одна функция, вот такая для один номер, она как раз очень хорошо соответствует данным. У нее ошибка на данных нулевая. Поэтому вот этот у вас случай как раз, этот случай как раз оверфит как раз переобучил. А вот этот случай, он прям противоположный. Но и то, и то плохо. И когда у вас оверфит плохо, потому что, потому что разброс большой. И когда у вас, наоборот, андофит, как называется, наоборот, когда у вас модель оказывается недостаточно гибкой, чтобы увидеть настоящую, настоящую, как бы, зависимость в данном случае. В данном случае, вот для этой картинки, ну так, по крайней мере, визуально, кажется, что у нас следующая зависимость, она какая-то вот такая. А если мы взяли 11Н, то наша предсказывающая функция просто константа. Константа очень трудно приблизить хорошо вот такую вот. Мы, наоборот, недообучились. Недостаточно хорошо приблизились к данному. Ну и вот, вся жизнь специалистов машинного обучения проходит между этими двоокрайностями. Вы будете бороться то с одним, то с другим. Ну, не только. Со всякими другими проблемами мы тоже будем. Ну, ладно. Все, наверное, тогда на сегодня. Значит, если есть какие-то вопросы, я готов ответить.